Боремся, не то слово, друзья. Потенциальная игра предпоследняя. Поборемся? Нет, Юрий, я боюсь, что я без шансов здесь готов тебе отдать победу на татаме. В весовой категории. Но при этом, Юрий, конечно же, интересно нам всем узнать, смогут ли G2 что-то придумать сейчас. Потому что потенциальная команда очень сильна, но как она будет кинетически, это вопрос. Это всегда вопрос. Я бы не стал и с Хуни, и с Вульфом бороться, я думаю, тоже на месте G2. Ну, такой. А вот фейкер как раз стоит в своей категории, что бороться с ним надо. Фейкер из них самый, возможно, сильный, потому что фейкер очень много занимается. Это в партер его сразу вниз. В зале прям вообще... Трайхард. Да. Я помню просто, знаешь, это был период, когда, ну там, из серии, ну, киберспортсмен, значит, там, он за своим телом не следит, все дела. И когда еще в 2007-2008, когда еще прогеймеры ОГНа тогда по Старкрафту еще выкладывали, знаешь, фотки, где они в зале, там, и у них прям, знаешь, показывают, а у него прям тело, ну, как у Брюса Ли, знаешь, по структуре. Это он не качок такой, он там не Арнольд Шварценеггер, но вот он такой прям по-азиатски, крепкий, подкачанный, да, молодой человек. Итак, друзья, у нас драфт четвертой карты, поэтому я думаю, что фейкер там в порядке будет котироваться. Пока что, правда, на мой взгляд, он не очень хорошо котируется в целом в этой серии. Очень много неожиданных вещей проходит с фейкером, которые редко случаются с ним вообще. Ну, опять же, относительно того уровня, к которому мы привыкли, все же, потому что это гранд-финал, его команда ведет 2-1, и пока, если он побеждает, он сильнейший мидер. До сих пор. Это, нет, то есть, то, что он сильнейший мидер, я думаю, независимо от того, как закончится результат этого матча, он должен быть, то есть, переиграть фейкера один раз 3-2 в гранд-финале одного турнира, как и в случае, там, на MSI два года назад, это не значило, что, там, команда СКТ сдвинута с трона, потому что, ну, нельзя выиграть за год все. Можно позволить тебе проиграть MSI и выиграть потом World's абсолютно спокойно, как мне кажется, по крайней мере. А можно и не проигрывать. Можно и не проигрывать ничего, но это просто делать каждый год практически нереально. Слушай, что? Скучно. Мы ставили раньше градацию оценки фейкера, в принципе, как вот есть мидер 1-2-3-4-5, потом фейкер, но между вторым и фейкером, сколько потенциально еще бы игроков могло бы выпустить? Я считаю, что самая сильная сторона фейкера на этом турнире не используется никак командой. У фейкера громадный чемпион пул. Такой, какого нет ни у одной команды на миде на этом турнире для хорошего исполнения. СКТ берут твича, думают над Ноктюрном, и если фейкер каждую игру на турнире играет на Арианне, играет на Арии, играет на Синдре, он не может ничего, ничем удивить. Это чемпионы, за которых даже я в то время наступал, то есть сколько им лет? Которые настолько стандартные, что он не может сделать на них ничего сверхъестественного. Их потенциалы... Самые базовые. Да, да. Ну, он может играть на них очень здорово. Кстати, будет ли это интересно Люциан, и Люциан как флексовый пик очень любопытен. Джетему могут здесь немножко адаптироваться, и с КТ при этом Олафа отпирают. Но не захотели и верным здесь играть, на мой взгляд, решение правильное. Четыре бутылки воды у Трика, он явно настроен на Best of Five. Калисто с трешом. Вот так. Он настроен на Best of Five, или он сейчас будет настолько потеть, что потребуется четыре бутылки? Во время киберспортивных соревнований, они все-таки не спортивные соревнования, где надо бегать много. Я думаю, что пить очень много воды, это не очень хорошая идея. Потому что у нас в Континентальной Лиге бывали ситуации разные, знаете ли, друзья. Там Кенч. Да, разные-разные бывают ситуации. Это очень сложно, когда... Но с другой стороны, если мне ситуации, то была бы так популярна пауза с ЛЦИ. Она бы не была так популярна, хотя я по ней скучаю. Я по ней скучаю, скучаю по ЛЦЛе вообще очень. С другой стороны, много пить это лучше, чем много есть. Я вообще, я прям, я слежу за всеми, стараюсь следить за всеми решафлами. Я вот с нетерпением жду анонса всех составов, там особенно тех, которые самые многообещающие. И, конечно, всегда интересно смотреть, что изменится. У нас драфт тем временем интересный, о нем тоже можно поговорить. Трэш Каллиста против Твитча с Там Кенчем. Это, на мой взгляд, очень напоминающий драфт времена Чемпионата Мира пятого сезона, когда был Мордекайзер, Гангпланк и Лулу. Каждая игре бан, но Лулу тогда была мидером, топером, саппортом, чем угодно. И Джангером даже чуть-чуть. Джангером это, да, Сейша немножко его. Но это уже чуть попозже было, на год с небольшим. Тем не менее, Бабуня исполнял. Синдра Шен, Перксу Синдру не дают, а сам он ее... Вот, кстати, знаешь, я думаю, может быть взять Синдру слева в первой фазе, а не во второй. Какая разница? Неужели ты думаешь, что Тех Каллисту забанит? Не забанит. Я очень надеюсь, что Перкс покажет прекрасное выступление и не на Синдре. Ну, тут вариантов не очень много остается сейчас. Если сейчас СКТ забирают Арианну... Ну, Ари, Ари банить, я не знаю. Ари в бане, Физ в бане, Синдра в бане. Если у тебя Каллиста и ты банишь Ари, я не знаю. Это, на мой взгляд, неудачный бан. Фиора может быть, да, но это... Вопросы топа я не лезу, как говорится. Может быть, Фиора бан хороший. Я не согласен с Ари. Я не очень понимаю, просто на чем G2 хотят на миде вообще играть. Если сейчас СКТ берут Арианну, что G2 исполняют на миде? Лебланку какую-нибудь? Есть такой чемпион из четырех буксов стоит. Эко? Которого почему-то мы не видим в этой серии. Я расстроен. А я вот не уверен, что Эко здесь прям будет хорошим выбором. Тогда сейчас будет Арианна. Обязательно Арианну. Быстрее шары. Надо выкатывать свои. Лебланку. Я голосую за Лебланку. Лебланку, Лесин, Калисто, Трэш. Очень хорошая, агрессивная. Хотя, да, здесь Арианна против Олафа как-то. Не надо просто брать Арианну в той композиции, которая, по идее, может выиграть игру за 30 минут. Я не очень понимаю, зачем она здесь просто нужна. Кроме как в Блайн. Это не очень удобный пик против Твича, Рамбла. Надо позиционироваться настолько аккуратно. Особенно, если у тебя нет там Кенча. Трэш, конечно, тоже может спасти. Но Трэш все-таки с Калистою будет больше работать. Конечно, просто берут, подвозят Трэша с Калистою, а все остальные пики... Ну, кстати, Галлио трэш с Калистою это очень хорошая связка. Более того, мне кажется, Калисто и Галлио это сами по себе очень чемпионы. На боте, если Галлио саппорт, которым пока на этом турнире никто не играл, и неизвестно, будут ли вообще в про-играх его брать где-либо, кроме СНГ, потому что Ликрит, я думаю, будет. А вот и Лебланку. Интересно, интересно. Калисто против Олафа взята. Но сейчас посмотрим на Лебланку от Фейкера, которая в свое время очень сильно славилась. И своей механикой, и против Арианы есть рычаги давления, с которыми Лебланка может как раз выходить вперед. Очень тяжелый пока турнир для Лебланки. Она себя показывает плохо в целом. Если физка Хасатин... Но это игроки на ней себя показывают плохо, с другой стороны. Знаешь, если лучшие игроки в мире на Лебланке себя показывают не очень удачно... Сейчас увидим. Есть две причины, почему это может произойти. Да, ну конечно, Фейкер... Я хотел бы заметить, что на МСА в решающих играх Лебланка Фейкера пока успеха особо не мяло. Хотя, кстати, Миша, с другой стороны, не всегда... Если сейчас, допустим, Фейкер проигрывает линию на Лебланке, на что ты поставишь больше? Лебланка неудачный пик? Или Фейкер доказывает нам, что он не в лучшей форме? Ну, на мой взгляд, это доказывает... Балка о двух концах. Это и то, и другое. Потому что, в целом, знаешь, у меня сейчас нет оснований полагать, что Лебланка это очень сильный пик на этом турнире. А если Фейкер, который не доигрывает, тоже не покажет того, что она сильный пик, то, как бы, насчет Лебланки менять свои мнения я не вижу смысла в таком случае. То есть, она неплохая, безусловно, но пока что игроки нам на ней ничего выдающегося не показали. Зато нам показали только, что трофей, который получит команда, которая выиграет. Медали тоже очень важны. H12. H12. Шесть игроков. Тренер. Два тренера, допустим, у СКТ. Менеджер. Владелец организации. Владелец организации, Юрий. Психолог и массажист. Я боюсь, что просто владелец организации сидит в Корее и не может ни в коем случае оставить свою телекоммуникационную компанию, чтобы приехать и посмотреть на даже самые важные матчи. Итак, друзья, Джого 4, СКТ1 против G2, Европа против Кореи. Никуда не выключайтесь. Рассказывайте своим друзьям о том, что проходит самая сочная заруба первой половины года в мировой League of Legends. Европа пока что, хоть и немножко отправилась один раз в нокдаун, но до нокаута пока что далеко. Как минимум одна игра. Но не так уж это и далеко. Ну, знаешь ли, команды и со счета 0-2 отыгрываются и делают три игры подряд здесь. Видел я, видел. Да и не только здесь. Везде, абсолютно. В разных регионах. В разных регионах, в разные времена. А вот сочная ли эта игра будет или нет. В частности, нам покажет нижняя линия, очень интересная Калиста. Стрэшом мы ее давно не видели, а Вульф символично берет себе скин Повара. Повара. Интересно, спрашивает ли он кого-либо и о чем он спрашивает, если спрашивает. Ну, явно он это делает сочный. Это точно. Рамбл против Галю. Очень интересный матчап на верхней линии. Лесин против Олафа. От Иверна оба лесника отказываются. А вот, кстати, и у Трика, и у Пената механически очень хороший. Немножко по-разному отыгрывают они в ранней стадии игры. Если Трика это постоянные ганки и очень много агрессии в начальной стадии игры, то Пенат это выформленный мощный Лесин, который приносит пользу на любом этапе игры. Вы понимаете, кстати, с одной стороны у синей стороны 100% винрей. Это вы, с одной стороны. С другой стороны у Лесина 100% винрей. Кстати, Генеис, по-моему, Зака немножко обманул, сказав, что из КТ на синей стороне. Я не знаю, как-то это слово «немножко» можно употребить. Мне кажется, просто... Просто... Выиграли игру или проиграли? Немножко проиграли. Проиграли? Ну, да, ну, немножко. Нет, может, он случайно. Когда человек не знает и говорит неправду, это не обман, а заблуждение. А в это баловство или нет? Потому что если это баловство, обман, то ты уже не человек, скорее всего, а рыба. А рыба, да. Причем даже не в воде. Хорошо, здорово, здорово пробивает эксперт. Эксперт остается без зелий. Это неприятно. По персу играю. Отвечают, кстати, сейчас. И тут три. Разворот по фейкеру. Фейкер тратит искажение свое, но... Запасом здесь фейкер выходил, а вот топор последний еще неприятнее делает положение для перса. Трик не может понять, что надо допушивать, не допушивать, делать, что-то... Что делаем-то? Ну, так вот они пока не решаются. На миди-фарм 15-7, Юрий. 15-7. Ну, это Ариана. От великого, знаменитого Перкса, который себя здорово проявляет на этом турнире. Великий и знаменитый, мне кажется, это пока что... Ну, с великой точно про Перкса, наверное, рановато. Знаменитый в каких-то определенных кругах. Каких таких, ты говоришь? Знаешь, в узких кругах, да, всего лишь лучший мидер Европы. Выигрывает постоянно Европу все последние три раза. Да, это правда. Ну, так, чуть-чуть достижения такого... Немножко. Школьного уровня. Немножко достижений. То есть, если бы он, как бы, еще сильнее его играл... Один из лучших в Европе игроков всего лишь. Топ-2 на чемпионате мира, вот в этом, если МСА можно так назвать. Нет, нельзя. Не надо называть МСА чемпионатом мира, потому что он имя не является. Ну, чемпионат России тогда. Это просто самое странное, софистическое выражение, которое я слышал. Если МСА это не чемпионат мира, то это, наверное, чемпионат России. Трик попадает в свои звуковые волны по Куни. Куни тут же начинает ему ракетами пропихивать так неплохо. Раз, ракета, давай, ракета. И пропихнулась. Хорошо. Звен здесь рифтует немножко на своей колисте. Бывает у нее такой интересный баг, когда она начинает летать, как Синдра. Ты бы съел то, что приготовил бы Танкенч? Да, я сам до этого не выплюнул ничего, тогда возможно. Сейчас по фейкеру хотят сыграть. Есть скачок, есть телепорт, но нет зелья у него. Если просядет, то точно тут все понимают. Джетурф, только возвращается, хочет сыграть. Почему бы и нет, есть возможность, такая звуковой волны-то не было, как и гамбы у Перкса, собственно, потому что шар был далеко. По Вульфу. Не хотят играть, потому что не хотят тратить сейчас. Ну чуть-чуть Вульфу пробили совсем, буквально с этого Хука. Тут вопрос не в том, что хотят... Надо играть команде Джету по Вульфу. А здесь вопрос в том, что если не проявлять никакой инициативы и агрессии, то проблемы будут быть. Сейчас круто Экспект против Хуни. Уже сам разменивается Хуни с Рубиновым Кристаллом. У него никакого продолжения нет, если вы здоровы. Он просто телепорт уже прожимал Экспект, а Хуни нет. По этой причине такие размены из Доровски. Сейчас Экспекту надо еще один пак быстро запушить, благо Галю в состоянии. Не удастся, не удастся. Он даже и не пытается. Ну вообще Галю очень быстро это делает. На самом деле прям очень быстро Хуни. Да, но 6 миллионов невозможно запушить так быстро. Можно кушку в конце бросить, но... Одного двух минуту попали. А не теряет. Не умер. Тебе нравится этот образ на раму? Нет. На какой у тебя любимый? Никакой. Мне не нравится. Мне не нравится концепт чемпионов, в принципе. Почему? Не знаю. Потому что было уже Нуну и как бы... Ну да, он что-то новое. Я оцениваю из тех чемпионов, которые были, знаешь, там за первый год игры. Которых было там... Количество, я не знаю, 40-50. На боте все неплохо. Отвеча поднапрягают вообще. Наверное, это и правильно то, что... О, сейчас, кстати, хорошо. Очень хорошо. Сейчас еще и кушка вторая может войти. И нет. Не дотягивается. Но было бы... Это было бы просто вообще золотой трейд. Перс прям предугадал все, что будет делать фейкер. Все сделал абсолютно правильно. А вот, кстати, возможность для твича на боте камбэкнуться, это как раз те агрессии, если по Тамкенчу сыграешь и встрянешь, и твич настакает свой яд, Калисто от него пути не сможет. Что вот так вот харасить аккуратно и аккуратно перефармливать, это очень хорошая стратегия. И пока что... Ну-ка, у Звена Калисто просто сумасшедшая абсолютно. То есть они реализовывали ее в мете-дабл-телепорте, когда Пеке играл на каких-то таких затяжных мидерах а-ля Владимира, Аниви. И когда не требовалось, чтобы... Кстати, цепляют гульфу А5. Когда не требовалось, чтобы Адекерри прям убивал всех, потому что тогда была и Калисто, и Эш новая была, и Тристана была, и Джинкс была. Да, Джинкс была очень активна. Причем, заходили в Адекеррии команды, играли, но вот этот контрольный тотем как-то... Алло, или не на связи? Алло, в Туэль-Туэль заехал, да? Испект стоял в этом кусте и видел этот тотем же. Трик зашел, его видел, да. Сейчас в Ульхах-то очень нагло играет, и это все-таки ошибка уже, он рано-рано включил щит. Вообще странно, что Джиту не стали дальше по Атамкинчу играть. Или попытку, в принципе, можно было как угодно. Но, наверное, они очень хотят шестой, но шестом прям там очень... Не, ну трэш на самом деле базово слабенький субпорт по сравнению с Тамкинчем. То есть в драке уже ровно, когда я вошла вперед. Он почти против любого милишника слабый, на самом деле. Да, Тамкинч начинает лизать. А тут и Пенат приходит, есть шестой, и сейчас Джиту понимают проблемной ситуации. По Митти хотят сыграть, по Митти доиграют даже. И у него скачка-то не было. Скачок он даже потратил. Сейчас измирение будет дать. Тут три, правда, Бэнк получил шестой, начал ультить. Но, наверное, зря немножко. Ред Файтер Миньон. Очень, очень Джиту играли аккуратно. А потом вот до шестого своего не дождались. Буквально трех миньонов. Был бы шестой, они бы два на три могли бы очень много на двоих делах. Да, и здесь уже неудачный ганг от Трика, если это вообще гангом можно назвать. И с другой стороны хороший ганг Пената. Отличный топор. И тут же смена таргета. Понимают, что у Митти нет скачка. Минус Митти. И это первая кровь здесь в КТ. Очень важная для них сейчас. А, Бэнк все-таки правильно ульту врубил. Он врубил ульту на скачок. Звен как раз разменял ее. А, там было дело в том, что он получил шестой и тут же ее врубил. Нет, там, по-моему, там не совсем тут же. Он увидел топор Оллафа, который попал. Или, а нет, язычок там Кенча. Он увидел замедление. Поймал Фейкера сейчас Митти. Но, Вульф жрет фейкера. Там Кенч есть. Иногда, иногда жрет он прям же так. Какой, мерзкий. Но это бывает. А что, он еще не потерял? Он на бэк сейчас пойдет. Это знаешь, когда видишь такой момент, ты хочешь сказать, ооо, все понятно. Хочет, хочешь, но я думаю, что не стоит в такой ситуации. Но ничего критического от этого перкс не потеряет. И все нормально. Но тут теперь все понятно. Звен практически в соло зоне от оппонентов. Видит, конечно, Троша, подходящего слева. Здорово себя сейчас чувствует Пинар. Потому что он дал ганг удачный. Он килл забрал. И у него все хорошо. Атрик зашел наверх. Ничего не сделал. Бот не за контргангл. Кстати, на боте все. Вот же то и без помощи даже Триковс. Нормально. Да, но теперь уже не так здорово, как было бы. По форму они продолжают вести. Дуэль они готовы принять, потому что абсолютные умения у них имеются. А Галлио на верхней линии чуть-чуть проседает против Рабблы. Но, опять-таки, мы этот матч-ап уже много раз видели в рамках этого турнира. Примерно представляем, что ждать от игроков. И игроки, в принципе, не подводят наши ожидания. Сейчас, кстати, много фарма на миде потеряют. Или там тележка, если есть, тогда немного. Но, по-моему, тележки там нет. Тележки нет. Поэтому не очень приятно. Плюс 15 у Арианны. Несмотря на то, что были ганки со стороны Левланки и Олафа. Были и ганки со стороны Лесина. Поймали Бульфа опять. Я там много названий. Вот я жду пока телепорта топеров. Они сейчас могут ключевыми стать. Потому что на нижней линии начинает градус нагреваться. И да, и нет. Потому что мне кажется, что там разыгрывать просто на шестом уже нечего. Там, с одной стороны, Калисто трэш. Это в такой инвестировать телепорт вообще невыгодно. А вот сейчас посмотрим. Минант заходит снова. О, вот. Пожалуйста. Калисто трэш. Исполненная очень грамотно. Правда, тут еще и Фейкер. По звену играет. Пытается добить. Сейчас сам погибнет. За это Калисто забирает убийство. Прекрасно G2 встретили. Агрессию с КТ. Фейкер не доиграл. Опять. Перк сейчас мид запушит. Правда, у Фейкера есть телепорт. Но 20 секунд есть время. Рамбл сюда подходит. Перкс его сейчас может встретить. Рамбл с маской. Арианна с сопротивлением магии. Хуни не фулл хп. Такую бы дуэль он не выиграл. Здесь не было смысла второй раз использовать искажение Фейкера. Потому что уже стоял там трик. Можем посмотреть на это еще раз. С одной стороны красиво. Но с другой стороны G2 прям абсолютно правильно все исполнили. Ульта. Потом ульта Тайд Холисты. Потом фонарь Тамкенча. Если бы еще этот топор не попали. Звен бы выжил. Он бы выжил даже. Вот. И стоит трик. Который готов был встречать Фейкера. Он даже не стал свое искажение еще раз давать. В Калисте отдать или лисину. Наверное все таки лисину было бы повыгоднее. А была возможность что-то. Была. Но тем не менее. Лебланка свое убийство получил. Смотри. По миньонам теперь на нижней линии чуть меньше. Отставание. На средней примерно все в той же паре. 2 куклаз пошел. Еще без скачка. И должен такиваться. Видимо. 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 Не меня на татар. 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 Зачистить не получилось. Трика в этой игре очень мало. Непривычно. Олаф очень много. Трика нет в этой игре пока что. Не то что мало. Его практически не видно. Он вышел на топ. Вышел на бот. Оба раза неудачно. Он вышел на топ. И это было совсем неудачно. Прям крайне. Крайне неудачно. На миде что-то тоже появился. Но очень эскифные чемпионы у СКТ. Кроме верхней линии. На верхней линии разыграть не получилось. И с тех пор так и не придумал ничего. Три. Но на миде все прекрасно. У Перкса. По играм по нему. По идее сейчас. Болл-ин провернуть не должен. Потому что сопротивление магии есть. Миньоны есть. На верхней линии эксперт сейчас хороший трейд против Фуни начинает. Правда. Болл-ин наверное такой выиграть все равно будет сложно. Особенно в миньоны. Четыре миньона тоже урон наносят достаточно серьезный. Если мы говорим о девятых уровнях. Поэтому пока что трудновато. Трудновато Джетту. Особенно учитывая их отставания. Два килла. И по золоту в 1200. Вот смотри Миша. Опять горный дракон. 13 минута. Никаких предпосылок. Даже мимчат. Мимо. Было близко. Мимчат. Не совсем. Вульф тем временем. Глубоководное путешествие. Трик выбрасывает его под башню. Сейчас появится герой. Герой появляется. Играют по Вульфу. У Вульфа уже нет скачка. Абсолютно мини-арианы. И Вульф должен погибать. Вульфа забирает Пермс. Хорошая игра от Джетту. Именно в этом плане. Да. Но все же на нижней линии. Тут будет. Бэнк пушить. Он запушивает. И он сравнивается по миньонам. Это окей. Калисто тоже очень опасно. Особенно против драфта СКТ. Ну 1-0-2 Бэнк. Просто я на это акцентирую внимание. Есть просто кому танковать. Там Галлио и контроля очень много. В общем пока отвечать не будет. А можно Вувузелу пожалуйста выключить. Это у нас делание. Вузелу нельзя. Прям вообще. Оп. Трип с Пенатом. Пенат еще и красный баф забрал. А Бэнк решил на клинок свой. Ой. Хорошо. Бэнк может погибнуть. А где Митти то? Митти. Скачок прожимает Бэнк. В смысле где Митти. Почему он не полетел дальше? Конечно. Полетел бы дальше. Пенат бы ему дал топором по голове. И что? У них были все заклинания призывателя? Так. Что сделал только что? Откушал волну и бэкнулся. Никак по другому не решить данный вопрос. Ну мне кажется решить, да. Свен походит. Фаналь, Свен, Митти. По вульфу можно сыграть, попробовать. Но Митти мало здоровья остается. Телепорт пошел. Надо лететь вперед. Появляется Экспект. Бэнк лоу хп. Хуни идет вперед. Бэнка должны забрать прямо сейчас. Здесь уже и Трик и Беркс. Фейкер тоже здесь. Твич погиб. А у Джиту живы пока что все. Хотя Свен и Митти на лоу хп и без ничего. Хуни нажигает. Беркс мисс позиции. У него нет абсолютного умения. Экспект танкует. Таунтит двоих. Выходит на фонаре. Догорит или нет? Да, пока что не догорает. И живет. Он не догорел, потому что Трик по нему с скачка дал. Защитника. Защитника дал. Но по-моему он бы и так не догорел. Мне кажется это тоже было, как ты сказал. Сходите. Овер. Сейв. Беркс тем временем пытается как-то выжить. Фейкер уворачивается от его ударной волны. Беркс выживает. Венат сильно просел. Хуни под фокусом. Фейкер пытался давить Беркса. Фейкер просел. Хук мимо. Какие интенсивные драки со стороны обеих команд. И несмотря на то, что размен 1-0 в пользу команды G2, нижняя линия все равно разбивается об вышку на датам. Равный размен. Равный размен получается в итоге. Из-за этого это на сбе равный в том-то и дело. Очень близко все получилось. У Рамбла уравнителя не было, потому что он его только что потратил. Был бы уравнитель, а с КТ бы просто уничтожил. Почему вниз полетели спасать Вульфа что ли? И фейкера Хуни одновременно давая, кстати, свои телепорты не добили никого. И все, кстати, заклинания призывателя дали нижняя линия команды G2. Все четыре практически одновременно. Там два телепорта были инстантными. Перкс, конечно, решил инвестировать... Горит, горит. Ну, да, такое. То есть непонятно, ну, возможно бы и... Перкс просто не туда инвестировал свою ударную волну. У него есть здесь и скачок, и барьер. Понятно, что его могут попробовать в пастырь. Он ее в Лебланку попытался сделать, а в Лебланку попасть невозможно. А сейчас? Да, сейчас, конечно. Вот две цели стоят, но это худшая цель из всех. Здесь Лебланка была ни при чем, она дала скачок. Она дала скачок. Да, но у Лебланки... Ну, хотя у Рамбла тоже скачок был. Я думал, что только у Лебланки вообще скачок из всех оставался. Фейкер, причем такой Зешин, красивый дал скачок. Он дал скачок из ударной волны, но не в аутрейндж, от его заклинаний по Перксу, чтобы... Да, но одновременно с этим и не внутрь, чтобы влететь в троих просто как... И умереть. Да. Поэтому это очень... Как самоотверженный боец, который, знаешь, на гранату бросился. Вот, Фейкер хорошо, во-первых, что играет. А почему не довязал, не довязал? И сейчас Пенат сам хочет дайв доделать. Видимо, Фейкер на это и рассчитывал сейчас. Видимо, потому что у Перкса еще ударной волны не было, несмотря на то, что кажется, что она откатилась. Она вот прямо откатилась, как только он умер. И он не мог верить. Она откатилась раньше где-то на секунду, но там все равно не было вариантов. Рагнарек был на Пенате, а до Фейкера уже не доставал. Да и нет смысла, потому что Фуловой, да. По миду играет. Сейчас подходит Лисин. Галлио может с ульты заехать. Сейчас СКТ важно не недооценить, но это рано. Это очень рано. Здесь не мог так быстро умереть Тейк с пожирательным заклинанием. Да, это очень приятно для Хуни, который оказывается в грамотной и выгодной для себя позиции на верхней линии. Ну, Галлио вернется обратно. Просто как бы... Нет, понимаешь? Смотри, Хуни сейчас запушил. Ему не надо жать ульту, как в прошлый раз. Он спокойно идет на рекол. И все. Да. Или вот на Крабика там вар поставить. Это все очень важно. Просто знаешь, когда ты видишь скачки от Фейкера, которые делаются с идеальным расчетом, куда их правильно дать. А потом Галлио, ноу-брейново просто... Опа-опа-опа-опа! Сейчас хочет Трик украсть, не ворует дракона, но красиво разыграют потенциал Лисина Трэша. Правильно делают. Такое не всегда получается. Своровать у Пената очень сложно что-либо, и он не позволяет этого сделать. 18-ая минута. Первый дракон. Тем временем, next. Следующий дракон будет океанический. Не очень сильная композиция драконов. Не очень приоритетная для команд. И мне очень нравится воздушный город драконов. Такой новый тренд. Обсуждаемый, скажем так. Да? Почему? Ну, потому что быстро бегаешь, забираешь объекты. А-а-а. Ну да. Наверное. Когда по парочке. Знаешь, как удобно. Каждой твари по паре? Все, как завещали нам в старых книгах. Тем временем, Марианна забирает свой сегибаф. Негатрон у нее опять появляется, и опять это будет скипетр пустоты. Еще и есть у него поступь Меркурия. А Фейкер играет как раз по новомодным билдампер. Подставился и погибает здесь. А Фейкер опять доджет ударную волну. Своим обратным искажением. 1-2. И уже здесь Фейкер начинает доминировать, несмотря на отставание по миньонам. И можно было бы немножко обвинить экспекты, кого угодно и что угодно. В том, что все-таки погибает Перп. Оп, Трик. Сейчас может и погибнуть. Но у него пожиратель есть заклинаний? Еще и Митя рядом, но и Вольф рядом тоже. Ну, искажение есть. И Митя как-то промахивается даже своими заклинаниями. То есть здесь вроде и стояли тотемы. Но не там. Но не там стояли тотемы уже тут. Это просто Перкс, ну, уже пара. Просто убери своему, ну, сделаю. Знаешь, что с ней сделай? Бразильский подвес. Так вот. И Пхуни-то постоянно на Рамбле сдвигается на мид. На ранних уровнях. А фармит как? Фармит лучше, чем Галю, естественно. Он фармит лучше всех сейчас. Ну, он две линии фармит иногда. И может, и должен это делать. А Бергс просто, ну, без обзора. Закрыл Пхуни прекрасно сместился на среднюю линию. Тотемы не спасли. Но идут сейчас в обратный пуш все-таки. Джету. У Фейкера есть репорт, кстати. Сейчас, если потребуется, он может его дать, пока он спин пушит. Так, Пенат не поймал. Крюк такие у Мити, конечно, не очень в кассу идут пока. Хуки. Кстати, первую башню забирают сейчас Джету. Это приятно. Но по золоту, конечно, они вообще не отыгрываются ни разу. Что-то Фейкер, по-моему, зафризить такую вышку уже будет очень трудно. Не, не то. Он как можно больше фарма потерять противнику. Моинка исцеления прожал, кстати, после ударного рана Перкса, которая, видимо, пошла в цель. У нас у него так мало здоровья. Но вообще это плохая идея, прожимать такие исцеления, когда рядом там Кенч с изнурением и с... Поеданием. Хватай-глотай, да. Не, просто если Фейкер так халдил бы и уходил, да, но он халдит, а потом пушит. Халди и уходи. Ты знаешь, это отлично назвать для какой-то такой драматической песни Максим про League of Legends. И Фейкер забирает тем временем Т2 на боте. Но он думал, что делать, а потом увидел ситуацию, что никто на бот не идет. Просто Лебланка автоатаками ковыряет две башни. Очень долго. Да, прекрасно, Фейкер. Красиво, красиво, очень четко. Урона мгновато за количество, да, магического сопротивления. Он просто и у Фейкер такой билд, который больше о сквишах. О сквишах, о том, чтобы цеплять, о том, чтобы разыгрывать, а не о том, чтобы на одном злоте пробивать. Нет такого билда на одном злоте на Лебланке, чтобы Галю с совлачением дух убивать, я боюсь. Конечно, есть. Ой-то став. Усупрестный? Ну, ладно. Мне кажется, у Тимана закончится быстрее, чем ты все равно его убьешь. Да и силу Мини все равно нет. Толк. Нужен будет став и три дона. Ой! А можно ли полететь? Можно, по-моему, полететь. Очень страшное было зрелище. Не для сабланированных, друзья. Надеюсь, что все, кому нет 18 лет, сейчас закрыли глаза. Ну, это на кусочек крысы, которая была в роли наживки, и пытались поймать сама. Это очень такая разговор о рыбалке ситуация. Митя прожимает скачок. Хотя есть ульта, у Каллисты хотят на развороте играть. И вот сейчас летят. Дальше выбрасывают Бен до Звена. Все еще есть ульта. А 13-3-ка может убить. Убивает. Ну, сейчас G2 очень плохо разыграли ситуацию. У Бенда не очень много мала, кстати. А Фейкер пытается доиграть дальше. Очень плохо сыграли сейчас G2. Можно было... Там еще идет абсолютное умение от Кульпа. И Куни подходит. И минус Звен. Растерялись G2 в этой ситуации. Топор еще хорошенький. Бен, кстати, сейчас под Таварагра попал. Но, по-моему, там нет страха никакого. 8-3. И вот Галлио. Куда Галлио, в общем, прилетел на своего улетения непонятную. Галлио вниз пошел. А после этого, скажем так, это был последний раз, когда мы его увидели. Пропавший без вести. Это как у меня, знаешь... Отличительные черты. Не робит на мид, отстает по фарму, не делает ничего в игре. Ну, и здесь с коттеджи спидшансов заберут. Если только Ариана не даст ударную волну по пятерым... Не уверен, что это возможно. Учение, что в барон уже сейчас. И долго G2 думали. Я не очень понял. Там какая-то была замудренная попытка разыграть от G2. И ничего у них не вышло вообще. Так. Что-то... Ну, да. Промахивается здесь ультимейтом Беркс. Прекрасный дайв был от Хуни со своей командой. На верхней линии как раз они смогли загнать оппонента в позицию, из которой они запайтили на драку. Трик полетел дальше. Митя дает скачок, пока Каллиста еще не дала свое абсолютное умение. Почему? Это же нелогично. Это же не синергично вообще. Ну, чтобы на контратаку пойти. Чтобы на контратаку. Вот идет контратака. Пейтятся все в пената. Да. Трик идет по Бенгу. Зачем-то. Хотя по Бенгу никто не играл и нечем дальше играть. Трият. Я добил. Все-таки трика. А Фейкер раз, доиграл, выбил фонарь, а потом вернулся. И здесь нужно бежать вниз сразу же, но даже это не спасет. А, Галлио пешком шел. А он телепорт дал. Здесь герой он дал Варианну, а не в Мите. Потому что хотя бы Мите можно было бы и дать. Но, наверное, не дотягивался. Но вот он дал лишь Варианну. Но все неудачно получилось, конечно. 8-3 в пользу СКТ, 6000 разницы. Мы уже начинаем просто болеть немножко за команду G2, потому что понимаем ситуацию очень хорошо. Здесь такие игры, и СКТ отпускают 1 на 10. Против топовых коллективов мира. Против топовых корейских команд. Насколько G2 сейчас готовы играть как топовая команда, они ей являются, но при счете 2-1 в пользу СКТ, даже самые сильные команды, даже КТ Роллстер, в третьей игре просто не смотрелись против СКТ в гранд-финале ЛСК никак. И 8-3 счет. СКТ забирают драконы, нам убирают драконов, потом показывают. Следующий снова Горный. Не очень нужный СКТ, потому что они что по башням, что по баронам, что по драконам, но... И так достаточно сильно играют. Нет, по башням они очень слабо играют. У них Лебланка Твич, я бы не сказал, что это очень сильные чемпионы, чтобы... Нет, Лебланка нормально бьет башни. Ну, Лебланка нормально бьет башни, да, но... Нет, у нее все-таки есть... Да, у нее есть силы атаки, силы умений. Хотя она не работает таким образом, это плохо, наоборот. У тебя нет АП, которая дополняется к твоим автоатакам. То есть это не скейлиться, скажем так. То, что выше, там, по-моему, что-то... И если твое АД насколько-то меньше, чем АП, ударная волна по Вульфу только лишь одному кстати, очень слабо. И Бэнк с ультимейта своего тратата расстреливает, пробивая оппонента без ударной волны. Ариана такая, она много особо не сделает. Все-таки не хватило, Джетулат. Команд не хватает на полную серию. И когда их не хватает, все начинает меняться очень. Вот игры ше. Ну и сейчас Трик с Берксом теряют барьеры и пытаются что-то разыграть. А Трик не успел просто дать свои... Бэнк просто есть пики, там Твич есть, есть из Реалии. Есть у него Люцен, на которых вот доходит игра до стадии, где после какого-то момента уже очень-очень редко, когда его команда может проиграть хоть как-либо. Звена подцепила сейчас Фейкер. Звена пытается как-то выйти. Герой появляется у себя на базе. Но Вульф здесь прожимает скачок для того, чтобы Фейкера спасти. Успевает прожать искажения. Бэнк-то жив, Бэнк-то стреляет. Пенат без ровнорёка, но смогут ли по нему сыграть? Уравнители вообще просто... просто мимо. Такое ощущение, как будто рука другого сейчас у Хуни, извините. Такое бывает. СКТ с бароном отходит. Не очень много взяли. Практически ничего не взяли. Но это барон 24-й минуты. Это барон 24-й минуты. Нам сейчас покажут барон пауэрплей. Золото в 9000. Достаточно. Плюс 2, там с половиной, наверное. Ну, может быть даже больше, с учетом того, что сам барон по себе. Учитывается барон пауэрплея. Да, мне нравилось, когда, знаешь, забирает команда барон. Ничего с ним не делал, флешил с там барон пауэрплей плюс 900. И ты понимаешь, что как бы... Ты проиграл просто, да. Слазом. И мы вместе с ним. Все. Барон, все. И это не на 24-й. О, Юри, это же Олаф. Сияние. Мне нравятся билды на Олаф на этом турнире. Буду открою. Интересно. Не, ну, можете позволить 3-0-3 и F-Penat, мы его знаем. Я почти каждый игрок на этом турнире знаю. Никто из них не был для меня. О, кто это вообще такой? Так, играют по вульфу, а вульфу танковитый. Идея даже, можно сказать, отличная. Две альты и скачет. Надо теперь выходить, потому что из КТ сейчас стороны будут забирать. А тут хуни появляется. Не, они игру сейчас заберут. Все, это минус игра. Уравнители нет. Появляется там Кенч. Жду-то пытаются как-то отступить. Пока неплохо, но Бергс погибает в другой части драки. А тут Фейкер ждет трика. Тут как тут. Фейкер может и дальше доиграть по Звену. Звен настакивает копья. А там Кенч не помогает убить Лебланку никак. И это сторона. И по виду можно играть еще 30 секунд. Получится минус-мид точно. Но игра или нет, это вопрос. Но, к сожалению, в последней игре интриги не вылезают. Выходит опять и опять. Совершенно неправильное, неудачное решение. Понятно, что хотят же тут сделать хоть что-то. Но не настолько же хоть что-то сделать. А они то же самое делали в первой игре, которую они проиграли. Забрать Вульфа, забрать Вульфа. Даже если бы это чудом удалось. С таким риском и с таким количеством. В который раз, зачем, вообще непонятно абсолютно. Посмотрите просто на предметы Вульфа. У него Салари или Искупление для того, чтобы вытанковывать урон. И потом еще и прожать чит. Лучше все-таки Салари, чем Искупление для Танки. Забирают Т3 на нижней линии, Т2 на верхней линии. Хотят играть дальше. По Бенгу летят. Но тут Вульф рядом стоит. Триквы пиновает хотя бы Вульфа. Бенг выходит. Ударная волна хорошая. Двоих забрали. Ариане два убийства подсыпали. И на ботис выставил еще и ингибитор. Только на топе упало Т2. Разница по золоту уже 12 тысяч в пользу СКТ. Т3 на нижней линии методично. СКТ все сделали. Несмотря на вот эту ошибку того, что все-таки погибли игроки нижней линии. Смотря как ее понимать. Ошибка ли разменять Т3 на два убийства, которые дают 900 золота. Т3 и Т2. Да. Могли бы отступить. Сохранить жизни. Нет, Т3 очень мало золота дают. Не в этом дело, не в золоте. Дело в том, что тебе потом подойти к Т3 без барона очень сложно. Ты имеешь в виду убийства? Да, да. Два убийства. Это 900 золота для G2 в этой ситуации. Но больше, потому что там шаттау нет, шаттаунов там не было. Поэтому вообще неважно. Там есть на 2 убийства. Нет, а не 0. У него, да, да. Фейкер, соцвет, отберется, Галлио. Вот, что за, что за уравнитель? Это непонятно. Хуничество. 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 Чемпион, по-моему, у себя в голове. Пятнати. Выбегая, трэш полетел за ним. Бурь, прианна. Ну, попробуй убить такого Олафа в пути у Тамкенча. Который горит молниями. G2, правда, гонится дальше. У Каллиста есть абсолютно умение. Митя мимо. А здесь уже Бенка, против которого лучше не врываться так в узкие пространства и кусты. Потому что там и ультимейт может пойти, и предметов очень много. Ну, кстати, у Галлио предмет очень хороший для того, чтобы твича танковать. У него скоро будет еще и Омин. И Омин, Ледяное Сердце, это... Ниндзитаби, в первую очередь. Заявляю... Да, как бы... Ниндзитаби, конечно, в первую очередь, но говорят, что Омин и Ледяное Сердце, как два предмета, сильнее, чем Ниндзитаби, как один. Ну, просто вкупе все эти предметы очень здорово скидают. Мне кажется, если бы Бенк все-таки скачок на... Скачок, просто прожал и все. Сражал, да. То тогда умер бы только Вульф. Пом. Очень здорово. Анимация она показывает, чудеса синематографа. Оскар за лучшую операторскую работу и монтаж. За актерскую игру опять получит... Беркс. Не, ну, лисин. Зачем Беркс-то? Ну, я даже не знаю. Дарная волна это... Да, когда ты трюки исполняешь сам, каскадерские. Вот это, вот это игра. Кия. Было трогательнее очень видео. Четыре маленьких крысы было на драконов, а теперь одна большая. Одна большая, еще и перекрещенные. Ну, они и там были перекрещенные. Я, кстати, не уверен, что череп крысы выглядит именно так. Есть ощущение, что все-таки возможно несколько иначе. Но я не эксперт, Юрий. Ты знаешь, как выйдет череп крысы? Я знаю вот только по Твичу. Я очень крыс боюсь. Ты смотрел на Твиче стримы, увидел там череп крысы? Боже упаси. Но пока... Есть у Фейкера телепорт. Если будет Барон, то можно пойти на 1-4 или 1-3-1 спокойно. Можно просто сделать Барона и убить кого-то еще. Сейчас, например, Трика. Трика уже не уходящий вообще. Неплохо. Трика покипающий здесь. Трика неплохо дал ультимейт, но этого недостаточно. Водички добивает, понимая, что вряд ли эта серия будет полной. Абсолютное умение Арианы в Олафа. Я не знаю, сколько урона ультами своими на Ариане Перкс нанес. Очень плохо все. Не очень много совершенно. Бенк себя чувствует в безопасности. Кушастыми для серебра был прожат. И подсейливает все-таки его в уль. Здесь опять дерется Бенк. Можно сейчас убить, кстати, двоих там. СКТ отходит от Барона. Правда, можно и драку проиграть еще 4-5. Сейчас уравнитель очень хороший в этот раз. Но Твич погиб. Перкс продолжает жить. Ударной волны у Перкса нет, но есть скачок. Куни играет со скачка сам. Сейчас, если выиграют драку, надо делать Барона Джету. Но они пока что драку не выигрывают совершенно. Звен остается последним. Звен погибает тоже. И СКТ выигрывает драку даже без своего стрелка. Потому что Пенат выступил в роли сустейн демэдж дилера. То есть он был тем, кто постоянно бил. Не по кулдауну, а без. Галлио, конечно, сделали очень могучим. Как он сам говорит в своих репликах. Но недостаточно могучим, чтобы выстоять столько урона. Вытерпеть. Вытерпеть. Ну, физический урон он вытерпливал неплохо. А вот когда подошел Фейкер и дал у него проказ, стало все не очень здорово. Но там была суть даже не в Галлио. То есть они убили все остальные цели. Перкс одоел Улов. Звена одоел Фейкера Улов. Упал. А он не умрет ли сейчас за это Трик? Вот вопрос интересный. Он умрет. Потому что... Ответ получился очень быстрый. Трик хватается за голову. Да. Вот это... Это... Шатдаун Лисина по количеству побед в этой серии. Я думаю, да. Кстати, ответ на вопрос во многом. И насчет Фейкера как игрока сильного выступающего. И насчет Липланки как чемпиона. Которая в этой игре работу выполняет просто потрясную. Абсолютно и Олаф строительным союзом. Вот со счетом 8-0-6 это, конечно, пик тоже урона имеющий. Ну, то есть попал бы по Бенгу, была бы совсем другая ситуация. Не попал по Бенгу все. Где удар до волна? Ты уверен? Потому что убили потом Бенгу. Ну, допустим, да? Сейчас вот Бенгу убьют. И... Нет, можно было, смотри. Дать по Бенгу, а потом гораздо проще защищать Барону. Да. Ну, вот здесь Бенгу убили. Барон-то и СКТ не делался. Кроме как... Потому что Лисин погиб. Сколько его убивали? Очень долго. Простояли в уравнителе все время. Это большая цена, переплата хорошая. Хуни очень агрессивный, кстати, сыграл. Мне понравилось. Но... Хотя Перса нет. Перса поджег достаточно все-таки. И все, извены Олаф там уже. Ну, знаешь, когда у тебя 12 тысяч преимущества и пики подходящие, я думаю, что... Просто... Ну, когда тебя Олаф без шансов убивает 1 на 1 от Экалиста, то да. Все. Экспект, все. Уже танковать для своих керри так долго не приходится. 0-0-6, Хуни 8-0-6, Пенат. 6-1-6, Фейкер. Прекрасный счет. Лес Мид 14-1-12. А у Европы 4-8-5. Сейчас связка. Ну и бот, конечно, 1-8 тоже у G2 не особо... Выдающийся. Можно что-то сделать, да. Трэш Калиста не такой бот, который должен что-то сделать. Хуни делает телепортер. Прекрасная игра сейчас от всех из СКТ, но, к сожалению, не от G2. Мидия утягивается. И СКТ идут к своему чемпионскому титулу. Очередному. Это будет второе чемпионство на MSI. Фейкер, Бенги, Вульф его оформит себе. Пенат и Хуни в прошлом году MSI чемпионами не были. Хуни полуфиналист. Пенат это его первый. Как раз MSI, да. Но, возможно, не последний. Ударная волна лишь по Хуни. Поймал Фейкер Мити, но Фейкер живет достаточно долго. Фейкер сбоку помогает команде забрать трэша. И СК Телеком Т1 за счетом 19-6 становятся чемпионами. Мид-сизон инвитэйшнл в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Они чемпионы в очередной раз и продолжают свой стрик из пяти подряд турниров. Получается чемпионат мира 16-го, MSI 17-го, чемпионат мира 17-го и еще и MSI 17-го. И ЕМ в том же году. То есть пять турниров подряд. Это очень много. Хуни поднимает кубок. Хуни рад. Очень рядом, конечно, поднял кубок. И заслужил даже не тем, возможно, как он отыгрывал за СКТ, а тем, что его, в принципе, взяли в СКТ. Не-не-не, он отыгрывал. Тебя не могут взять в СКТ, если ты не играешь. Ну да, в этом и суть. То есть то, что его взяли в СКТ, говорит о том, что он лучший топпер или один из лучших в мире. А то, что СКТ выиграли MSI, говорит о том, что СКТ до сих пор та же команда. Очень приятно смотреть на СКТ, как на команду на очередном турнире. Обидно, что командам не хватает совсем чуть-чуть, как кажется, чтобы выстоять достойно. А когда счет 2-2 или когда ты выигрываешь, ну, еще хотя бы парочку таких вот игр, как была у G2, может быть, в групповом этапе или еще где-то, получить тот самый опыт, который им на ЧМе бы помог. Но тренер, конечно, команды, еще один из СКТ. Который играл. Это RapidStar, по-моему, да? И CIGENTUS. Да. Одна из лучших люкс мира была в тот момент. А разве CIGENTUS? Да. По-моему... Он не в Азубу Фроста игрался? Ну, это и есть CIGENTUS, в последствии, поэтому... Азубу Фроста просто просуществовали не очень долго. Они как раз в финале же играли. Да, в втором чемпионате мира. Они самые. Ну и Роналдо и БРТТ пойдут сейчас награждать. Роналдо очень... Так, по-бразильски одет солидно. Конечно, очень солидный. И болельщики здесь, в Бразилии, его очень любят. Роналдо это легендарный, в принципе, легендарная личность, известная во всем мире, и в Бразилии в частности. Это национальный герой, в принципе, в Бразилии. Да. Чемпион мира по футболу. Поэтому... И также у него очень много разных других титулов. Последние годы он даже был профессиональным фотографом команды «Милан», если я правильно помню. Ну, не будем говорить о том, что таланты... А что-то пока пожимают руки, а медали что-то пока не вручают. Медали будут вручены, я думаю, чуть-чуть позже буквально. Да, но, по-моему, когда ты вручаешь медаль, ты тоже пожимаешь руки. А БРТТ прошел, пожал руки и Роналду подумал. Ну, раз так заведено в данной сфере. Это... Я не знаю, как по мне, это очень иронично и немножко странно, то, что БРТТ награждает СКТ. Я не могу просто передать, насколько это странно. Но награждение идет. Смотрим на Хуни. Очень мне интересно посмотреть на его выражение лица, который аплодирует единственным из всех игроков, когда кому-то вручают медаль, кроме него. Потому что Хуни очень рад. Ого! С разных сторон будут приближаться к центру, где стоит Фейкер. Трон ему, конечно же, не дадут. По-моему, Фейкер будет не крайний. Крайний-крайний. С той стороны, где Роналду. Да, но... Последний будет БРТТ вручать. Вообще, надо как с драфтом, знаешь, как... Если первый вручает... Первый, потом два с правой стороны, потом два с левой стороны. Если первый... Лас-пик у Роналда. Лас-пик должен быть у Роналда. Если первым вручал Роналда, значит, он не будет. Значит, он должен быть и последним. Потому что там было 4, а там 5 людей. Почему 12 медалей? Ну, неважно, неважно. Я думаю, что для многих игроков из СКТ все-таки не стоит забывать, между прочим, что в Корее был чемпионат мира по футболу, к которому был построен стадион, на котором Samsung White стали потом чемпионами. И в Корее футбол очень серьезная дисциплина, очень много сильных игроков. И я уверен, что Роналду в тот момент, возможно, был кумиром этих пацанов, которым в тот момент было там всем по 7-8 лет. Они за этим чемпионатом мира смотрели. В 2002-м Роналду играл еще очень активно. И, по-моему, в 2002-м он был чемпионом как раз, правильно? 98-й Франция, 2002-й Бразилия в гранд-финале. Обыграла, по-моему, Германию тогда. Так что Роналду вполне себе даже... Это... Ну, неважно, сколько раз ты чемпион мира по League of Legends, но внутри тебя всегда может остаться тот самый... Да, тогда Бразилия как раз была трехкратным чемпионом... Трехкратным чемпионом мира, а Германия была двукратным чемпионом мира. И награждают сейчас... Награждают сейчас MVP серии матчей Вульфа. Это интересно. Видимо, тот мув в Назайре все-таки очень много очков. Да, очков очков, да-да. Но я знаком с ситуациями, когда... И, друзья, ваши чемпионы... MewTism Invitational и самая сильная команда в мире на протяжении всей истории League of Legends. И прямо сейчас SK Telecom T1 поднимают кубок в Рио-де-Жанейро. Впервые в Бразилии проходит настолько масштабный турнир. И, по-моему, Бразилия очень достойно встретила MSI. Восхитительно встретила. Отличные болельщики. Чтобы не говорил Михаил про Ваузела, который вот так хейтил сегодня. Ну, я так, я так. Я знаю, что-то... Замечательные болельщики. Видно, что эмоции, хоть и культура... Культура, культура бразильская. Болели, боление, боление. Она очень такая... Бразильская команда давно покинула турнир. Но это никак не отразилось на болельщиках. Это правда. Это правда, потому что нас всех объединяет любовь к очень красивой игре. И сегодня, возможно, твоя команда не самая сильная. Но бразильцы смотрят, и я уверен, что после этого турнира очень много молодых игроков отправятся покорять уже не Арамы, уже не Нормалы, а отправятся в ранговые игры, стремясь к вершинам. И, возможно, этот турнир станет выбивать меня из таймонда 5. В бразильском Сулуку? В том числе. Возможно, возможно. Кстати, слева стоит не Кома, главный тренер команды СКТ. Главный тренер команды СКТ сейчас стоит слева. Ну и, конечно же, Бленк, как замена этой команды, тоже заслуживает внимания. В Корее он, по-моему, в этом сезоне так ни одной игры и не проиграл. Так что... Ну, СКТ и без Бленка на данном турнире справились. Ну, что говорит... В целом, как и на любом турнире, на котором СКТ играли, не всегда было ощущение, что замена была тем фактором, которая помогла им выиграть. Поэтому... Однако, Бленк был основным джангером на чемпионате мира. В прошлом? Да, ну, на этом. Да, 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 да. А Бенге был заменой. Вот, замена там помогла выиграть точно. Потому что Бенге... Конечно, сложно сказать, потому что мы не знаем, что было бы, если бы Пенат играл те игры. То есть, казалось, казалось, что Пенат бы их проиграл в этом составе. Но, тем не менее, очень красивая церемония закрытия. Очень приятно посмотреть на Роналду, который посетил киберспортивное мероприятие и наградил игроков. Я думаю, для него самого, как для человека, который сам в киберспорте заинтересован, Роналду собирается тоже участие активное принимать. Многие спортсмены это делают. В Северной Америке особенно. Но и в Бразилии тоже, как мы видим, развитие идет. Друзья, комментирование наше с Юрием Флэшнайтом подходит на сегодня к концу. Allsure Флэшнайт для вас комментировали. А наша студия аналитики будет подводить итоги этой игры, этого матча. И всего MSI в 2017 году. Пока!